а теперь давайте приступим к моей любимой части маркетинг-плана ранги занятия 24 ранги всего в компании 7 рангов раз два три 4 5 6 7 1 ранг называется мастер-продаж мастер-продаж один из самых сложных рангов но в то же время один из самых простых рангов сложный ранг в достижении наверное психологически потому что это первый ранг которому вы приходите и когда вы становитесь мастером продаж то вы уже понимаете что вся остальная карьерная лестница вам по зубам и вам будет легче идти но в плане достижения и понимания этого ранга наверно он самый простой чтобы стать мастером продаж необходимо выполнить несколько условий для начала давайте разберем что такое квалификационный период у нас компании два квалификационных периода с первое число по 15 и 16 число по конец месяца то есть это либо 30 31 число либо 28 29 давайте для понимания напишем 30 31 либо 28 29 вот то есть два квалификационных периода вы можете два раза в месяц закрыть какой-нибудь ранг в первую половину месяца во вторую половину месяца если вы закрываете какой-то ранг то вы участвуете в глобальном распределении прибыли помним 20 процентов прибыли компании это прибыльный товарооборот распределяется по рангам теперь смотрите мастер продаж для того чтобы стать мастером продаж необходимо выполнить несколько условий во первых нужно быть спецагентом важно отметить не иметь 700 тысяч личных баллов а быть спецагентом в этом периоде либо это 700 тысяч личных баллов либо по групповому товарообороту за прошлый месяц можете посмотреть предыдущий видеоролик где мы рассказываем про уровни дистрибьюторство это третий уровень дистрибьюторство спецагент и необходимо чтобы ваших ветках слева и справа прошло по два с половиной миллиона групповых баллов за этот период то есть если за полмесяца у вас проходит два с половиной миллиона баллов и вы являетесь спецагентом наконец можно сказать периода квалификационного то вы становитесь мастером продаж когда вы закрываете ранг в первый раз вы получаете подарки от компании мастер-продаж получает продукцию это хима хим это набор фейм и набор и вникер вечерний набор по очищению кожи четырехступенька вечерка называют по разному давайте напишем вечерка я люблю называть этот набор вечерка примерно стоимость этих подарков около 200 долларов также за достижение ранга вы получаете денежное вознаграждение мастера продаж получают 10 процентов от прибыльного товарооборота за полмесяца за полмесяца проходит товарооборот компании по всему миру из этого товарооборота высчитывается прибыль из этой прибыли 10 процентов получают мастера продаж в среднем это около 25 тысяч рублей плюс минус плюс минус тысячи рублей это значение более-менее равномерное то есть более-менее одинаково каждый период потому что количество мастеров продаж, оно прямо пропорционально прибыли компании, и обычно там не такая большая вариация. Так, следующий ранг, бриллиантовый мастер, уже более интересный. Для достижения бриллиантового мастера из всех последующих рангов есть примерно одинаковая схема. Необходимо, чтобы в вашей структуре в левой и правой ветке по два человека закрыли предыдущий ранг. То есть для того, чтобы вы стали бриллиантовым мастером, необходимо, чтобы слева и справа у вас в этот период по два человека закрыли ранг мастера продаж. То есть, когда ты уже зарабатываешь сам, если ты хочешь зарабатывать больше, помоги зарабатывать другим. И чем больше будут зарабатывать другие, тем больше будешь зарабатывать ты. То есть таким образом мы здесь напрямую заинтересованы в росте наших партнеров. Чем больше партнеры зарабатывают, чем успешнее они становятся, тем дальше поднимаемся мы по карьерной лестнице. Таким образом, в компании реализован принцип взаимной помощи. Для того, чтобы стать бриллиантовым мастером, вам нужно иметь уровень дистрибьюторства дилер. То есть либо полтора миллиона личных баллов, либо три миллиона групповых баллов за предыдущий месяц. И чтобы по два человека слева и справа закрыли ранг мастера продаж. Бриллиантовые мастера получают те же подарки, что и мастера продаж. То есть та же продукция, плюс раньше давали на выбор ноутбук или планшет. Начиная с нового времени, то есть начиная с 2021 года или с декабря 2020 года будут давать, скорее всего, деньги. Была такая новость, что 35 тысяч рублей будет даваться как бонусное вознаграждение. За закрытие бриллиантового мастера, за каждое закрытие бриллиантового мастера, вы получаете около 45 тысяч рублей. Плюс-минус. Здесь уже на уровне бриллиантового мастера могут быть большие различия. Например, при открытии Китая бриллиантовые мастера получали практически в полтора раза больше, где-то 65 тысяч рублей. Но в среднем, когда не открываются Китая и когда все примерно одинаково в мире происходит, около 45 тысяч рублей бриллиантовые мастера получают. Следующий ранг, ранг мастера Шаронской Розы, становится еще более интересным. И ранг мастера Шаронской Розы – это, можно сказать, уже большой лидер компании. Потому что у этого человека уже большая структура. Уже по два человека слева и справа закрывают ранг бриллиантового мастера. То есть, когда по два человека слева и справа закрывают ранг бриллиантового мастера, вы становитесь мастером Шаронской Розы. Для этого вам нужно быть эксклюзивным дистрибьютором. То есть либо 2,4 миллиона личных баллов, либо 4,8 миллиона групповых баллов за предыдущий месяц. Мастер Шаронской Розы получает вознаграждение в 110 тысяч рублей. Это единоразовый бонус. Когда вы становитесь в первый раз, вы получаете подарок. И плюс путешествие на двоих на 4 дня. Это корпоративное путешествие куда-нибудь в классное место с другими мастерами Шаронских Роз, куда компания отправит. Мы свое путешествие еще ждем, потому что пандемия и все путешествия передвинулись. Но очень предвкушаем, когда мы в него поедем с нашими партнерами и с партнерами из параллельных веток. Будет круто. Мастера Шаронской Розы получают в среднем около 100-120 тысяч рублей вознаграждение за каждое закрытие. Здесь при желании можно будет посчитать, сколько денег зарабатывает каждый ранг примерно. Мы займемся этим, наверное, в следующем видео. Следующий ранг называется у нас Стармастер. Стармастер считается уже элитой на мировом уровне, потому что Стармастер это очень высокий ранг. И для достижения Стармастера необходимо, чтобы у вас по два человека слева и справа закрыли ранг мастера Шаронской Розы. МШР, МШР, МШР. Стоит заметить, чтобы стать Стармастером, вам необходимо три раза закрыть квалификацию мастера Шаронской Розы. Теоретически, со дня регистрации вы можете сразу прыгнуть на ранг мастера Шаронской Розы. Нет дополнительных требований для закрытия третьего ранга в компании. Мастером Шаронской Розы вы можете стать сразу, если у вас по два бриллиантовых мастера закрывается и вы эксклюзивный дистрибьютор. Конечно, на практике так практически не бывает, потому что нужно время, чтобы нарастить структуру и взрастить лидеров. Чтобы стать Стармастером, необходимо три раза подтвердить, три раза закрыть ранг мастера Шаронской Розы. Для чего это делается? Для того, чтобы опять-таки защитить нас, добропорядочных, добросовестных атамянцев, от злоумышленников, чтобы никто за счет прокупок искусственных не смог стать Стармастером. Потому что тогда человеку необходимо будет три раза сначала прокупиться и стать мастером Шаронской Розы, что бессмысленно, а потом только Стармастером, что затратно. И дальше, чтобы подниматься, чтобы стать следующим рангом, нужно три раза закрыть Стармастера и так далее. Эта схема работает для всех остальных рангов, которые выше находятся. Стармастера уже получают 550 тысяч рублей, что неплохо. И путешествия также теперь уже на четверых на четыре дня. Мы на данный момент с упругой находимся на ранге Стармастеров. Мы первые Стармастера в Казахстане и добились этого ранга достаточно быстро. Как правило, людям требуется гораздо больше времени. Если вы будете смотреть видео на нашем канале, то вы поймете, как мы это сделали за такие короткие сроки. Мы не держим это в секрете и делимся с этой информацией со всеми, кому это интересно. Стармастера получают... Давайте я посмотрю, конкретно, сколько мы получили за закрытие Стармастера. За закрытие Стармастера мы получили 428 тысяч рублей. Можно сказать, где-то 450 тысяч рублей. 400-450 тысяч. В среднем получают Стармастера. За каждое закрытие. Если вы хотите почитать доход за месяц, то вам нужно умножить это на 2. И это только 20% прибыли. Не учитывая 44%, что мы получаем за бинарные шаги. Далее, следующий ранг у нас называется Ройл Мастер. Шестой ранг называется Краун Мастер. И последний ранг называется Империал Мастер. Ройл Мастера и Краун Мастера получают также крутые подарки. Но давайте мы сразу посмотрим, что получает Империал Мастер. Для Империал Мастера те же требования. Нужно, чтобы у вас в структуре по 2 человека закрыли ранг Краун Мастера. Всего на данный момент в мире 7 Империал Мастеров. И Империал Мастер получает 1 миллиард вон. Это корейская валюта, которая, кстати, крепчает с каждым днем в последнее время. Помимо этого, за 80 миллионов вон. Подарок машину люкс-класса. Здесь вместо машины можно и денежки выбрать. Помимо этого, выделяется зарплата личному ассистенту. И водителю. То есть, это водитель, это ассистент. Помимо этого, выделяется аренда. Деньги для аренды офиса. Помимо этого, 10 миллионов вон каждый месяц для представительских расходов. То есть, чтобы накормить партнеров, возможно, провести семинар или еще что-нибудь. Как говорят корейцы, для мелких расходов. 10 миллионов вон – это примерно около 9 тысяч долларов. Для удобства я округлил. Так, это те подарки, которые получает империал мастер. Еще здесь круиз на 11 дней для четверых человек. Круиз-подарок получают также роял мастера и краун мастера. Деньги также они получают. Ну, тоже там чуть-чуть поменьше. И также краун мастер получает машину, а роял мастер получает деньги на аренду машины. Мы еще не закрывали ранг роял мастера, краун мастер империал мастер, поэтому я здесь не могу точно поделиться, сколько в рублях будут получать эти ранги. Но ждите наши следующие видео. В будущем, как только мы закроем ранг роял мастера, мы обязательно об этом расскажем. Это то, что я хотел рассказать в этом ролике по рангам компании. Давайте здесь еще отметим такую штуку, что здесь у нас возможен только рост. И когда человек закрывает ранг мастера продаж естественным образом и продолжает работать, рано или поздно он будет выходить на уровень бриллиантового мастера, если он, естественно, помогает своей структуре и старается нарастить лидеров. Ну, это все, что я хотел рассказать в этом ролике. Более подробно о деньгах, о распределении выплат мы рассмотрим в нашем следующем ролике. Он как раз будет посвящен выплатам. А если вам что-то по рангам еще непонятно или интересно, обязательно задавайте вопросы в комментариях. И если вы этого еще не сделали, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, и вам обязательно улыбнется удача. Всем успехов!